Здравствуйте, мои дорогие зрители! Я сейчас прилетела просто с дека, с этой огромной посылочкой, и мне не терпится ее раскрыть и посмотреть, что внутри, потому что там есть одна, ну просто нереальная орхидейка. Я вам сейчас все покажу, все расскажу, надеюсь, мне все в порядке. Потому что я всегда переживаю, да, когда открываю посылки. Это не только с орхидеями, но и если там что-то такое, что может разбиться, да. Я очень переживала, когда ко мне шла полочка, и думаю, хоть бы ничего не разбилось, ничего не сломалось. Здесь точно так же, помимо орхидеи, здесь много вкусняшек для орхидеи и, собственно, домиков для орхидеи. Поэтому давайте смотреть, раскрывать, я думаю, что вам тоже это будет интересно. И я думаю, что сегодня в этом же видео я буду делать первый полив орхидеи, которые здесь пришли, потому что это очень важно. именно сделать правильный полив. И я не буду, да, разделять видео, сначала распаковка, потом полив, а объединю это все в одно, чтобы вы знали, да, как я поливаю орхидейки сразу после получения. И именно правильный полив, потому что от этого зависит, ну, дальнейшее будущее вашего растения. Если польете неправильно, да, изначально, может просто сгнить, потому что у орхидеи и так стресс, вот, и вы еще и неправильно ее польете, и все, может быть, капут. Так, здесь у нас, давайте по порядку, аккуратненько, так, где мои ножнички, вскрываем, здесь все упаковано, смотрите, будем смотреть по большой смерток. Ой, красота, 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 боже, как я довольна. Так, давайте по порядку, здесь мои любимые горшочки, просто бомба. Приобретая такой горшок, вы просто, я не знаю, упрощаете себе жизнь на все 100%. Почему? Потому что это автополив, фитильный полив, видите, вот там вот вставлен фитильный полив. Посадили орхидейку в такую систему, адаптировали, и все. Полив примерно раз в месяц проливом через горшок, да, полностью по кругу, и все, орхидейка цветет и пахнет. А если вы еще и добавите пролонгированное удобрение, то все, просто полив раз в месяц, да, пролив такой, можно сказать, и все. Но орхидейка прекрасно себя чувствует в таких горшочках. Естественно, два размера, потому что орхидейки есть побольше корневой системы, есть поменьше, поэтому два замечательных горшочка. Обратите внимание вот именно на эти горшки и заказывайте на сайте Орхарай вместе с орхидейками. Сразу приобретайте растение, приобретайте такой горшок. И орхидейки вам за это скажут огромное спасибо, правда. Причем мне говорят, Ира, ты живешь на юге, и у тебя теплее. Мои дорогие, могу прям вам вот честно сказать, у меня орхидеи пережили такую ужасную зиму, потому что у нас отключали постоянно электроэнергию, и у меня дома было ниже 13 градусов. У меня даже на втором канале зафиксировано, где я показываю, да, что у нас вот жутко было холодно. И в таких горшочках орхидейки не пропали, нигде ничего не сгноили, все замечательно, пережили на ура. Единственное, конечно же, если дома прохладно, водичку просто сливаем, да, делаем у орхидейки легкую просушку, чтобы она не стояла во влажном грунте. Но это в любой системе посадки, да, даже если на мокрых пяточках, если прохладно, мы воду сливаем. Я думаю, что здесь все понятно. Откладываем эти супер классные горшочки и переходим к другим. Не менее прекрасным горшочкам. Так, я вот это вот убираю. Ну, смотрите, это кубические горшки. Я вот попробовала маленькие, мне очень понравилось. Вы знаете, даже отдельно хочу снять видео для вас и показать, как чудесно растут орхидейки в этих горшках. Но я немного усовершенствовала и вставила фитиль. Да, это у меня теперь такая фишечка, да, во все горшочки вставлять фитиль. Ну, правда, это очень круто, орхидейки себя прекрасно чувствуют, не гниют, все замечательно. И вот у меня теперь появился еще гигантский горшочек, вот такой вот гигант, для какой-то прям крупненькой, хорошей орхидейки, да, с хорошей, богатой корневой системой. Я думаю, что будет смотреться, ну, просто супер. И на подоконнике, и на полочке. Кстати, вот у меня на верхней полочке как раз-таки стоят эти горшки. Вот, замечательно чувствуются орхидейки, скоро сделаю на них обзор. И вот у меня еще два дополнительных горшочка, таких вот кубических. Тоже присмотритесь, мне очень понравились. В принципе, конечно, простого двойного горшка, но, знаете, есть двойные горшки, которые очень сильно расширяются, да, вот так вот. И получается, внизу стоит вода, а сверху грунт сухой. И орхидейки в них плохо растут, орхидейки некомфортно. А в этих из-за того, что, да, форма такая, да, как бы прямая, испарение идет правильно, и орхидейки чувствуют себя прекрасно. И вообще, при выборе двойных горшков, смотрите, чтобы не сильно, да, они расширялись. Все-таки, чтобы было более такое прямое. И орхидейкам это нравится. Плюс фатилек, да, вот тоже классные горшки. Буду сажать, однозначно они мне понравились, прям зашло, так скажем, так тоже. Убираем. Так, кора. Кора мне очень понравилась, правда, орхидейкам моим очень понравилась. Могу, да, вам прям посоветовать. Я вам сейчас вставлю картинку, именно, да, какую я заказывала. Это, по-моему, 2.8 фракция. Да, 2.8. Галтованная кора. Обалденная. Я даже вам ссылочку прям на нее вставлю, чтобы вы выбрали именно эту кору. Не пожалеете. Фракция крупная, вот прям куски таких классных. Ну, вы знаете, если вам сильно она крупная, можно ее порезать, да, поломать. Ну, вообще, очень классно даже сажать вот именно такие прям куски большие, когда большой горшок. Идеально растут, орхидейкам безумно нравятся. Вообще класс. Могу прям посоветовать. Ай, уронила. Суперская кора. Так, дальше. Дальше, дальше, дальше. Дальше самое интересное. Как я переживаю. Так. Рефенсировано прям к донышку. Так, вот как мне здесь это все оторвать. Не знаю. Так. Вот так. Жить-ка переживаю. Просто так, все, вот пошла. Одна орхидейка пошла. Там дальше, там, для детки. Так. Та-да-да-дан. Открываем. Очень волнуюсь. По-моему, как раз эта орхидейка. Которую я очень-очень хотела. Очень хотела. Да, это она. Боже, руки трясутся. А, какая она классная. Смотрите. Это орхидейка Миту. Белый питон. Обалденная. Посмотрите, какие листочки. Правда, у меня трясутся руки. Объясню для новичков, что орхидейки вообще вот с пометкой Миту, это такой вот получается, знаете, определенный шик. Это уже, знаете, как вот изюминка в коллекции. Да, это что-то прям такое особенное. Это, можно сказать, такие прям коллекционные орхидейки. И вот на сайте Орхарай они сейчас есть. Да, они дорогие. Вот. Но это того стоит. Орхидейки прекрасные. Орхидейки в основном такие вот, знаете, восковые, ароматные. Очень классные. Там прям большой сейчас выбор представлен. Ну, некоторые сорта уже, конечно, раскупили. Поэтому, кто хочет себе прям изюм в коллекцию, переходите на сайт Орхарай и выбирайте себе вот этих вот красавчиков. Они пришли буквально недавно, да, вот сентябрьский завоз. И вот у меня теперь белый питон. Ой, обалдеть, как круто. Прям вот так вот, корневая такая шикарная, посмотрите. Так хочется ее уже напоить, потому что она так хочет пить. Я вижу, что мох тогда не доскукожился. Корешочки уже хотят пить. Сейчас я тебя напою, моя девочка. Красавица. Так, аккуратненько на стол ложим. Прям боюсь ее даже ложить, чтобы нигде ничего не сломалось. Так, здесь должна быть еще одна орхидеечка. Ну, здесь прям досветка, досветка. Здесь вот, 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 вот так вот. Так, все, ничего не забыла. Столько досветок. Так, следующая орхидейка, она размера 1,7. Я думаю, что видно, что сверточек поменьше. Вот, и сейчас откроем, посмотрим на эту растюшечку. Кстати, на сайте Орхарай проходила 20% скидка. Я думаю, что, надеюсь, что все успели себе заказать орхидейки подешевле. Ах, какая крошечка красивенькая. Вот такая вот шладюська. Эти звездочки мне очень понравились. Я видела, что они цветут не просто, знаете, так тремя цветочками, а прям полноценные пышненькие цветоносики. И цветет всегда в несколько цветоносов. Да, это не один, а именно такое прям богатое цветение. Поэтому мне захотелось очень ее приобрести. Я могу сказать, что у меня уже есть такая орхидейка. И я сделаю из них групповую посадку. Я думаю, что будет прекрасно вообще, когда это все облачком зацветет. Будет очень-очень красиво. Ольхидейка хоть и малышка, но посмотрите, какие у нее корешочки, листочки. Все с ней замечательно. Тоже она хочет пить. Она очень хочет пить, поэтому сейчас я скорее-скорее напою этих моих новеньких красавиц. Коробочку убираю, все подготавливаю. И будет первый полив после посылки вот этих прекрасных растюшечек. Давайте я вам их еще раз покажу поближе. Вот такие красотки. Совсем недавний привоз. Поэтому заказывайте и получите тоже вот таких вот прекрасных растюшечек. Вот такие красавицы. Белый петон. И вот такая вот крошечка. Вот под номером 6209. Очень красивое. Потом будет светение такими вот звездочками. Обожаю, конечно, наклейки на сайте Орхарай, которые потом можно переклеивать с горшка на горшок. Вы никогда не потеряете и не забудете, какая у вас орхидейка. Итак, для первого полива нам понадобится, конечно же, водичка. У меня здесь сегодня литр. И вообще, да, во всех своих видео я делаю именно литровую дозировочку, чтобы было легче понимать, сколько воды. Если бы я там как-то на стаканчике вымеряла, было бы сложнее понимать, сколько я добавляю препарата на литр воды. Поэтому все дозировки на видео, да, они идут именно на литровую бутылочку. И на литр воды сегодня я добавлю стимулятор роста, натуральный виталайзер HB101. Кстати, также можно приобрести HB101, NV101, кому как нравится, там же на сайте Орхарай. Очень хороший стимулятор роста, который, помимо стимулирующих своих свойств, там идут и микроэлементы в том числе. И получается, что такое даже, да, удобрение. Вот, потому что там, в принципе, вся таблица, которая нужна растению для хорошего роста. Я добавляю на литр воды две капельки. Добавляю всегда именно две капельки. Так, сейчас вот двину, чтобы было видно. Вот, бутылочка очень удобная, две капельки. Раз, два. Все, этого абсолютно достаточно для того, чтобы сделать первый такой вот адаптационный полив с этим растюжком. Конечно, это для них был стресс. Они шли в посылки. Во-первых, сначала они очень долго ехали вообще к нам сюда, да, из-за границы. Вот, потом их вытащили. Вроде бы стало все хорошо у них, да, налаживаться. Вот, но потом они опять попали в посылку, просушивались, да, долго. Попали в посылочку. Это все стресс для растения. И некоторые растения вот такого стресса могут даже полностью сбросить все листочки, да, могут, наоборот, засушить все корни. Да, вот идет такая адаптация. Потому что, чтобы растениям помочь очень быстро адаптироваться и начать расти, я использую такой стимулятор роста. Вообще, можно обработать янтарином для снятия стресса. Можно также рибов экстра. Можно использовать живу. Но сегодня я решила использовать HB-101. Оказался первым под рукой. Так, и как мы обрабатываем? Обработку делаю легкую, прям по листу, таким вот микрораспылением. Чуть-чуть совсем. Потом открываю носик. Вообще, это можно, конечно, сделать из лечки. И делаю такой вот микропролив. Корневой системы. Вот так вот, чуть-чуть. Без каких-либо замачиваний в тазиках. Эта орхидейка меньше. Ей вообще так чуть-чуть. Все. Для первого полива это абсолютно достаточно. Кто не может, да, вот дозированно полить орхидейку, вообще ставьте ее на блюдечко. Вот серьезно. Ставьте на блюдечко, немножечко проливайте. И чтобы, знаете, у вас не было там застоя воды. Лишняя вода, естественно, да, из блюдечка выльется. Вот. Поэтому этого будет абсолютно достаточно. Той водички, да, которая у вас соберется в блюдечке. Я, конечно же, да, вот так вот микрополив сделала. Я сейчас убеждаюсь, да, смотрите, корни моментально начали зеленеть. Мох начинает вбирать в себя влагу. Вот. Орхидейка будет стоять напитываться. Буквально через пару дней я посмотрю, если корни опять станут серебряные, я полью еще раз уже чистой водичкой, немножечко, точно так же. Вот. И буду следить за растением. И делать такие микрополивы, чтобы орхидея привыкала. Если после посылки сразу же замочить орхидейку, знаете, кинуть ее в тазик и подумать, ой, бедненькая, да, вот долго была без воды, вот надо ее напоить так, чтобы прям раз и навсегда орхидея начинает гноить свои корни. Потому что для нее это, естественно, стресс. Я из видео в видео говорю, это то же самое, что если долго, да, вот живой организм долго был голоден, нельзя сразу накормить, будет плохо. Вот. То здесь точно так же. Если орхидейка, естественно, долго голодала, да, у нее не было влаги, нельзя сразу дать ей много воды. Делаем такого-то микрополив. Особенно с особенными, да, с дорогими орхидейками. Нельзя же их загубить. Это даже как-то, знаете, вот непорядочно по отношению к растению, которое долго росло, долго шло, дошло до вас, да, и тут бац, и вы ее загубили. Нет. Так не пойдет. Микрополив, и все будет замечательно. Пока о пересадке речи не идет, я посмотрю, как она адаптируется, вот, и потом, скорее всего, да, через пару недель все-таки я ее пересажу. Я такая довольная, такая счастливая. Ну и на этом я буду заканчивать свое видео. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить пальчик вверх. Всем пока-пока!